Надо получить формулу для числа 121, на самом деле. Понять, что такое 121. После этого все будет легко. Это число. Что-что? Это число. Число. Как оно хорошо выражается через степень тройки? Какие там есть варианты? 1, 4, 13, 40, 121. Вот, нет, ну, можете, конечно, размышлять на тему, как 4 выражается, но это сложная штука. А вот 121, когда большое число, там уже ему трудно спрятаться, и все должно получиться. 121, что? Сумма, допустим, первых двух чисел, это третье число, минус 1, 3 на 2. Замечательно. А 121, это? Это шестое число, минус 1, 3 на 2. Шестое число, это 243. Минус 1, 3 на 2. Так, народ, проверяем. 243 минус 1, это 242. Делим на 2, получаем 121. Все, вы решили. Вашу загадку надо теперь... Итак, вот эту сумму обозначим в х. Умножаем на 3. 3 плюс 9 плюс 27 плюс многоточие. 3 в степне n минус 1 превратилось в 3 в степне n, так пишите, 3 в степне n. 3 в степне n превратилось в 3 в степне n плюс 1, пишите, 3 в степне n плюс 1, отлично. А вот теперь пишите равно, переходите на новую строчку, и нужно ответить на такой важный вопрос. Как, естественным образом, то, что вы написали сейчас, вот эта вот сумма, связано вот с этим. Посмотрите, пожалуйста, здесь вот такая идея, 27 вот здесь, 3 в степне n, понимаете, да? Так, значит, что мы должны сделать? Мы должны написать вот эту сумму, добавить вот такое слагаемое, потому что его нет, и вычесть 1, вот и пишите. Их, надо не забыть, конечно, про х, да, дальше, плюс вот это, да, плюс 3 в степне n плюс 1, да, и теперь из всего этого надо быть 4 в степне n, отлично. И вот это уравнение надо решить. Абсолютно правильно все делается. Если 2х, это вот та разность, то х, это в числителе 3 в степне n плюс 1, минус 1, да, дальше, да, все, спасибо, работа сделана. Работа сделана. Все поняли, что-то делали? Вот, давайте для того, чтобы что-то закрепить, вы мне ответите на такой вопрос. Если здесь будет не тройка, а какая-нибудь другая величина, представьте, единица плюс а, плюс а в квадрате, и так далее, и так далее, плюс а в степени n минус 1, плюс а в степени n, а что это будет? Что надо сделать с того вычисления, чтобы получить ответ для этой величины? Дальше, да, да, вместо тройки надо писать а, замечательно, какая же будет формула, в числителе что будет? А в степени n плюс 1. А в степени n плюс 1. Минус 1, а в степени n плюс 1. А вот 2 что? А, а минус 1. На а минус 1, абсолютно верно. Ребята, я сейчас не блююсь и выпишу эту формулу несколько раз. И дальше будет очень важный комментарий. Как эта формула выглядит, когда n равняется 1? 1 плюс а, умножить на а минус 1, это а в квадрате минус 1. А как выглядит эта формула, когда n равняется 2? 1 плюс а плюс а в квадрате, умножить на а минус 1, это а в кубе минус 1. Ну, давайте выпишу еще раз. 1 плюс а, плюс а в квадрате, плюс а в кубе, умножаю на а минус 1, получаю а в четвертой раз. Ребята, на первый взгляд, это некоторая случайная, странная штука. Ну, написали, а они все написали. А на самом деле в школе, в обычном, общеобразовательном, обязательном курсе математики. Эти формулы не просто проходят. Это формула, которая вас заставит применить много-много-много-много раз. Обязательно заставит запомнить. И есть простой способ. Если вы не хотите тратить много лет на это, надо сейчас взять и понять эти формулы один раз. Это просто несколько лет учили математики, это сэкономили. Тема называется «Сумма геометрической прогрессии». Иногда то же самое называют «Формулы сокращенного умножения». Смотрите, на самом деле их бесконечно много. Каждому значению n соответствует своя формула. 1 плюс а плюс а в квадрате плюс а в кубе плюс а в четвертой плюс а в пятой умножаешь на а минус один, получаешь а в шестой минус один. Так вот, ребята, это очень важная формула. Я сейчас не хочу объяснять, почему, потому что это очень сильно нас, бог богу, что это утащило. Но то, каким образом вот такой многочлен слагается на божестве, это очень важная вообще вещь. Оказывается, что даже за пределами этих самых девяти классов, вообще образовательной школы, эти формулы важны. А именно, когда вы станете старше, то потом там будут многочлены деления круга. Это более сложное развитие той же самой темы, но это, что называется, будет. И большинство школьников до этого уже не доходит. Уже это что-нибудь слишком сложно. Вот то, что я сейчас выписал на доске, это до этого все доходят. Ну, там, кто-то с пятерками, кто-то с тройками, двойками. Но до этого рано или поздно, что называется, доходят совсем все. Потому что это действительно важнейшая форма.